А спонсор сегодняшнего видео — сервис LF Group, пожалуй, лучший сайт для поиска игроков. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. Вот и стартовало обновление 9.2.5. Появилась межфракционная игра, ну и к тому же появились достижения различные. Одно из достижений, которое мы сегодня рассмотрим, это великое достижение под названием «Возвращение из-за грани». Наградное звание скиталит завесы. На самом деле хотелось бы какого-нибудь маунта или какую-нибудь хотя бы игрушечку, но дареному коню в зубы не смотрят. Великий подвиг, который, быть может, в 10.0 в припатчик к Dragonflight будет недоступен. Поэтому советую начать делать это достижение уже сейчас. Оно делается не за день, оно делается не за неделю и даже не за месяц. Это достижение включает в себя 16 достижений. И в этих 16 достижениях еще имеются разные пункты. В общем, охватывается абсолютно весь-весь-весь контент дополнения Shadowlands. И рейды, и Ковенант, и данжики, и выполнение квестиков, квестлайнов в открытых локациях, и Таргаст, и различные мета-ачивы, которые делаются в разных локациях и связаны с разным контентом. Давайте начнем все по порядку. И первая вкладка, открывающая выполнение этого достижения, будут рейды. Рейд у нас под пунктом 1, Замок на Афре, под пунктом 6, Светилище Господства, и под пунктом 7, Гробница Предвечных. Нужно пройти эти рейды хотя бы в режиме поиска рейда. То есть мы открываем достижения, и написано «Победите перечисленных ниже боссов в любом режиме». Любой режим — это даже поиск рейда. Регаемся, убиваем, все превосходно, все замечательно. Да, на это потребуется время, но что ж, в тот момент, пока мы ищем очередь, мы можем заняться и другими достижениями. Почему бы и нет? Достижения Ковенанта под номером 2, Мертвые рассказывают сказки. Под номером 5, Четырехкратная известность. Под номером 13, Любитель обителей. И под номером 15, Дилетант темных земель. Рассмотрим каждое из этих достижений. А Мертвые рассказывают сказки — это достижения на выполнение всех компаний Ковенанта. Кири, Некролорды, Ночного Народца, Вентиры. Выполняем компанию, получаем ачивочку. Все легко, в принципе. Компания каждого Ковенанта делается, по-моему, часа за два. Можно и даже быстрее. Окей, следующее достижение — это четырехкратная известность. Восьмидесятый уровень известности во всех Ковенантах. На текущий момент можно купить в Оребосе на втором этаже, рядом с Флаймастером, Итом, который дает шестьдесятый уровень известности. Его можно произвести в каждом Ковенанте. Также компания Blizzard облегчила получение известности с сорокового до восьмидесятого. Мы, проходя любое эпохальное подземелье, убивая рейдового босса, получаем известность гарантированно. Ранее это было с определенным шансом. Любитель обителей. Достижение, введенное еще в апреле 2021 года, нужно построить третьего левела здания абсолютно все в нашем Ковенанте. Таким образом, мы еще и аниме будем больше лутать за выполнение задач. Убивая боссов, делая локалочки. Хорошее достижение, я думаю, оно у вас давно сделано. Дилетант темных земель. Это выполнение ковенанских достижений, связанных с особым построенным зданием. Например, поиски верности. Это прохождение абсолютно всех испытаний в кирийской арене. В сложности верность. Всего там четыре сложности. Первая. Отвага, вторая верность, третья мудрость, смирение, четвертая. Пройти верность в целом легко. Я думаю, вы справитесь. Далее. Будь нашим гостем. Нужно в пепельный дворик призвать всех 16 мобов. Хотя бы разочек. Это делается за 4 недели при условии, если у вас 5 уровня пепельный дворик. Да, на это нужны души. Да, на это нужна анима. Но, если вы хотите это достижение, старайтесь. Дружба с грибами. Нужно у чесночника сделать превознесение. Легкий ачив, но просто требует время. То есть я, будучи хуманом, получая на 10% больше репутации, пользуясь бонусом от ярмарки на тот момент времени, потому что 9.1.5 вышло 3 ноября. И ярмарка на Волуне, как мы знаем, идет в начале месяца. То есть, пользуясь всеми этими бонусами, я прокачал в пул репутацию с чесночником за 20-23 дня. То есть, 3 недельки. Будучи каким-нибудь орком, без бафа ярмарки, это займет месяцок. Так что, вот уже как раз-таки найдена долгая ачива. Ну и, конечно, приглашение гостей. Долгий ачив, 4 недели минимум. Чем заняться после смерти? Ачив от некролордов. Что нам нужно? А он не открывается. Но я примерно помню, что нам нужно. Нам нужно абсолютно все поганища получить себе в здании. Для этого нам нужен пятый уровень фабрики поганищ. Также нам нужно 100 бинтиков скрафтить для Визектуса. Помимо этого, нам нужно 25 модных аксессуаров для наших поганищ. И нам еще нужно попеределать много-много квестиков у наших поганищ. Которые они дают нам в нашей фабрике поганищ. То есть, делаем квестики, делаем новые поганища, делаем 100 бинтиков для Визектуса. И собираем 25 модных аксессуаров. Таким образом, мы получаем достижение, чем заняться после смерти. Не знаю, почему оно не раскрывается. Хотя я нахожусь в некролордах. Баги? Баги. Что уж тут поделать. Подземелья. Данжики. Достижение под номером 4. Эпохальные подземелья темных земель. И достижение под номером 10. Эпохальные подземелья темных земель. Что нам нужно сделать? Нам нужно пройти все эпохальные данжики. Или с помощью эпохального ключа. Уверен, вы зайдете в игру и сразу же эту очи вы получите. Ну, если вы играли там в первом, втором сезоне. Третий. Далее, что получается? Достижение под номером 10. Делай как можешь, пока не сможешь, как надо. Это прохождение, это завеша в хардмод режиме. С целью его активации нужно, чтобы у одного из участников группы, по-моему, была жерелья. В целом, люди часто туда ходят. Часто делают это достижение, потому что за это достижение идут маунта. Думаю, найти пати легко. Так что дерзайте. Да и в целом, самопрохождение, это завеша в эпохальном режиме, в хардмоде, является легким на текущий момент. Как мы знаем, в актуальной локации Зерит Мортис, а также в старой локации Кортия, имеются главы. И пройдя абсолютно все главы кампании, мы получаем достижение. Достижение под номером 9. Достижение под номером 14. Цепи господства. Полное прохождение всех глав кампании в Кортия. Просто делаем квестики, ничего сложного. Тайны предвечных аналогично только в Зерит Мортисе. Делаем, делаем, делаем квестики. Таргаст. Всеми любимый Таргаст. Все его любят, все его ценят, все его холят и лелеют. И жить без него не могут. Рвутся каждая кд в него люди. Конечно же, ага. Достижение под номером 8 и достижение под номером 11. Много-много тайн требует полную раскачку кубика. Кубик появился в обновлении 9.1. Проходя обычный Таргаст, там где 9 уровень, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, мы получаем знания о башне. Получаем знания, это валюта особая. И таким образом прокачиваем таланты в кубике. Прокачав полностью кубик, мы получаем достижение много-много тайн. А достижение под названием «Исследователь башни» требует много ачивочек в Таргасте. Но одна из них была понерфлена. Теперь нужно пройти всего лишь 4 уровень испытания тюремщика вместо 8. И это не может не радовать. Помимо этого, нужно пройти 8 уровень извилистых коридоров, который был открыт еще в январе 2021 года. Также нужно хотя бы разок открыть адамантовые хранилища. Но это откроется в тот момент, когда вы прокачаете кубик до второй или третьей полосы. Далее нужно пройти 16 уровни Таргаста на 5 звезд. Для этого хотя бы нужен гир 270-275. Чем выше, тем лучше. И само собой, там мучения, благословения меняются каждый день. Правляйте для себя удобный день и проходите разные крылья Таргаста. Также требуется достижение «Мастер мучений». «Мастер мучений» — это определенная игра с определенными мучениями. Например, достижение «Отомсти за меня». Убейте элитного противника с 10 эффектами отмещения под действием эффекта «Мститель» в Таргасте башни проклятых. То есть, смотрим условия и выполняем их. Ничего тяжелого, самое главное — выловить это нужное мучение. Вот мы и добрались до самого последнего пункта — мета-ачивы. Мета-ачивы требуют в себя несколько достижений. Некоторые из них могут повергнуть обычных игроков в шок, но не стоит вообще беспокоиться. Все достижения делаются. Не стоит их реально бояться. Глаза боятся, руки делают. Слышали такое? Ну, теперь услышали. Достижение «Весь зерит», достижение «Лучшая защита», достижение «Прогулки в утробе». Три мета-ачивы, которые нужно сделать. Некоторые из них понерфлены, так что все легко, реально. Начнем с достижения «Весь зерит». Оно делается за месяц, при условии, если вы пользуетесь ярмаркой, если вы хуман, если вы каждый день келяете рарников в зеритмортисе. Но я не думаю, что обычный игрок будет таким заниматься, поэтому, скорее всего, вы прокачаете «Привознесение» там не за месяц, а где-то за полтора или за два месяца. В целом, торопиться не особо стоит, потому что вам еще и другие достижения делать. Окей, окей. «Тайны предвечных» мы уже знаем. Это полное прохождение всего квестлайна в зеритмортисе. Сокровища зеритмортиса. Нужно просто собирать абсолютно все спрятанные сокровища в локации зеритмортис. Далее, достижение «Весь зерит» требует такое достижение, как «Власть над дюнами». Нужно убить трех особых мобов, которые находятся в пустыне. Они еще спавнятся на маунтах и в чатике. Потом, получается, спавнится особая реплика. «Шифры предвечных» нужно прокачать абсолютно полностью нашего Покопока. Нужно выформить очень много валюты под названием «Шифры предвечных». Открываем сундучки, делаем дейлики. Ничего тяжелого. Пятый блин. Нам нужно скрафтить пять любых организмов в протосинтезе. Это легко. Да, это реально легко. Вполне. Также, искатель приключений «Зерит Мортиса» нужно убить абсолютно всех рарников, находящихся в «Зерит Мортисе». Ну и что мы можем выудить из всего этого сказанного? Достижение «Весь зерит» делается легко. Самое главное – прокачать репутацию. А остальное все, само собой, сделается. Едем дальше. Лучшая защита. У меня она получена поздно. По той причине то, что в сентябре 2021 года нужно было выполнить абсолютно все пункты, все девять штук, для получения этого достижения. Потом, по-моему, понерфили до шести. А сейчас вообще нужно выполнить всего-то четыре условия. Поэтому делаем самые четыре легкие условия за примерно недельки. Четыре, пять. И кайфуем, лутаем это достижение. Довольно-таки легкие ачивы – это хитрый лис. Нам нужно всего лишь три раза побывать на атаке кирий в утробе. То есть, это потребуется шесть недель. Но зато нет никакого рандома. Абсолютно. Далее, достижение под названием «Личные запасы тюремщика» является легким. И «Законная добыча». Все остальные, по-моему, достижения проковые, либо накопительные. И делать их… А еще головная боль. Поэтому выберите для себя легкие достижения, но и про проки не забывайте. Если что-то прокнуло, само собой, делайте это. Мало ли, может именно потом этого достижения вам не хватит. И будете об этом жалеть. Ну и последнее мета достижения, которое было добавлено в обновлении 9.2.5, но засчитана она у меня еще в марте 2021 года. Это прогулки в утробе. Что нам нужно для этого сделать? Давайте рассмотрим. Полностью исследовать утробу? Изи. Прокачать полностью репутацию свинари? Тяжеловато. Собрать 200 душ? В целом, пока мы будем качать наши кавинанские здания, это легко сделается. Групповая охота? Справа утробе каждые 3.5 дня обновляется событие. Темные гончие, например. Там маунт еще дропается. Такие события нужно делать. Всего их 4 вида. Меняются они каждые 3.5 дня. Далее. Лучше быть мертвым, чем везучим. А, вернее, наоборот. Лучше быть везучим, чем мертвым. Нужно убить абсолютно всех рарников, которые находятся в утробе. В целом, легко. Если мы не можем сами найти кого-то рарника, зовем друзей. Также там нужны какие-то призывные штучки. Фармим их. Ничего тяжелого. Жуткая пятерка. Для этого потребуется хотя бы 5000 стиги с целью того, чтобы у Винари купить особые апгрейды для Таргаста. Ну и последнее тут достижение. Пусть знают, с кем имеют дело. Нужно тоже поубивать всех рарничков. Как-то так получается. И после всего вот этого сделанного, мы лутаем достижение. Возвращение из-за грани. Если бы мне сказали делать его с нуля, да я бы его не делал. Шутка, ладно. Я бы его делал, но не особо в этом плане торопился. И за месяца два в целом с нуля его реально можно сделать. Желаем вам в этом удачи. Если какое-то достижение было непонятным, ну или может я где-то ошибся, дайте знать об этом в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.